Жонглер апельсинов Отгорел фейерверк, перестало вертеться жутихо Блеск одежд карнавальных обернулся унывым тревьём Опустел балаган и на рыночной площади тихой То, что было театром, становится нашим жильём Жонглируйте в дом лучше, чем стоите на коньках Слова — это самый удивительный подарок в моей жизни Мне не быть для тебя ни волшебной звездой, ни богини Я твой друг Орликин, потому и доводится мне Быть гораздо умней, чем положено быть в Колумбине И гораздо добрей, чем положено просто жене Я до смерти с тобой поделю и очаг, и подмост И если занавес поднят, я буду смеяться и петь И следить, чтоб завистник твой грим не подсыпал из звёздки И любить тебя так, как никто не сумеет посметь И любить тебя так, как никто не сумеет посметь Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья В эфире программа «Театр наизнанку» и я, её ведущая, Каэля Конечно же, вы уже узнали мою сегодняшнюю гостью Актриса театра и кино Валерия Ланская Здравствуйте Лера, здравствуй Лера, вы такие, как ты, говорят, человек-оркестр Актриса, певица, фигуристка, хореограф, художница Когда ты всё успеваешь? Не знаю, я как-то об этом даже не думаю Просто работаю с детства Вот как мне родители отдали в одну студию, в театр, в фигурное катание, в гимнастику И как-то так нон-стоп до сих пор продолжаю вот эту тенденцию Работать, 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 не работать То есть я не думаю о том, когда и как, просто вот вперёд Твои родители связаны с фигурным катанием Мама Мама, мама, мама-тренер Почему всё-таки ты не пошла по этой стезе, а ушла в актёрство? Ну, как-то всё очень органично получилось Я с пяти лет играла в различных театрах Там у Ивановой в экспромте, у Овсянникова Потом у Законтеатра юного актёра, в котором я 8 лет проиграла Так что театр в моей жизни присутствовал постоянно, нон-стоп Независимо от того, чем я занималась параллельно Фигурным катанием, театром, фигурным катанием или гимнастикой Вот, или музыкальной школе я играла и на фортепианной гитаре, и вокал и прочее Вот, но когда так сложилось обстоятельство, что мне пришлось уйти из фигурного катания Потому что мой партнёр ушёл из спорта, мой тренер ушёл на пенсию И возникла такая некая пауза, то есть ожидание, поиск нового партнёра, нового тренера И фигурное катание ушло на второй план, а театр на первое И поэтому как раз эта пауза просто затянулась И не было такого, что вот, я ухожу из спорта, окончательно и бесповоротно Нет, без всяких травм, всё очень плавно, постепенно просто затянул меня театр Ну, как раз-таки Александр Львович Фёдоров потолкнул тебя к выбору Ну, в общем, да, на самом деле выбора как такового не стояло То есть даже под сомнение это не ставилось, куда идти, конечно, в театральный Вот, но он и помог, конечно, и то, что мы сотрудничали с театром МХТ Чехова Которым мы играли в спектакле «Сон, летнюю ночь» И я участвовала в концентрировании актёров в семи спектаклях Вот, так что театр, конечно, для меня был уже... Я не представляю себе сейчас жизни без театра Даже если, я надеюсь, будут работать в кино и в других сферах деятельности театр Но не представляю я себя без него И Фёдоров говорил, что ты уже даже будучи студенткой, всё равно приходила, чтобы играть в театре Да, сейчас моя сестра уже пять лет играет в этом театре Как только я поступила в институт, сразу же моя сестра меня сменила Как такую приемленность Твою же рода? Одну роль, да, она играла ту же, которую играла я Причём она мне не говорила, какую роль она будет играть в этом спектакле Просто пригласила меня к себе на премьеру Всё, я прихожу, смотрю Там очень много детей играет в этом спектакле И я думаю, ну, наверное, одну из вот этих вот там озорных детей, которые там играют в детские игры, там песни поют и прочее А она вдруг вышла на сцену в моём платье, играла мою роль Это просто сумасшедшее ощущение, совершенно так странно Будто на себя смотришь со стороны и возвращаешься в прошлое Очень здорово, я очень рада, что так случилось Сейчас она до сих пор там Сейчас вот вчера поехала в лагерь с этим театром, с нашими педагогами Ты проиграла, по-моему, два года в Сатириконе Да Да, почему ты ушла? Ты же один из самых популярных, наверное, музыкальных спектаклей «Страна любви» Ну, я ещё в тот момент училась в институте, мне надо было играть в дипломный спектакль Плюс меня утвердила Тигран Киасаян Она одна из главных ролей в своём фильме «Заяц над бездной» И это была моя первая работа в кино, я не могла от неё отказаться Такая, ну, очень интересная и глубокая роль, насыщенная Тем более такой режиссёр, такие колоссальные партнёры, совершенно сумасшедшие То есть мне это было счастье И мне пришлось просто делать выборы Или я играю в южном гастроли с театром, или я играю в дипломный спектакль Или я иду в Молдавию сниматься в фильме Ну вот, и Райки мне просто сказал, что или то, или другое Я выбрала кино в данной ситуации И в институте отказалась от дипломного спектакля, от этого То есть был такой момент, когда в один день мне надо было принять решение Было очень нелегко, я сейчас как вспомню, у меня прям мурашки по коже Потому что ситуация аховая была, я ещё и на Мосфильме в этот момент была И просто вот трубка моя разрывалась, телефон на мне позвонил Шлыков Сказал, что так, или ты учишься, ты моя студентка, или я тебя отчисляю Или ты играешь в дипломник, решай, что ты делаешь, что для тебя важнее Учёба и защита диплома, или какой-то там очередной фильм, типа Что у тебя всё ещё впереди, или театр, который тоже ещё неизвестно Будет у тебя в этом театре будущее или нет И Райкин тоже звонит, говорит, что всё, Лера, мы завтра вылетаем Давай, типа, решай, или летишь с нами, или иди на четыре стороны Ну вот, и Тигран тоже говорит, который мне сказал, что, конечно, Лера, я всё понимаю Но незаменимых нет, если ты не можешь, мы возьмём другую актрису И всё, я сижу вот так, в комочек на пол села, разревелась Просто в итоге собралась, приняла решение, что всё, лечу в Молдавию И моталась в Кишинёв и обратно на съёмки, сдавать экзамены Как раз была сессия, сумасшедший период, конечно, как вспомнила, чума Но после окончания института ты пришла вдруг путь театра «Луны»? Ну, даже чуть раньше, как только я снялась у Киосаяны, меня сразу же позвал Проханов к себе Так случилось, что буквально за неделю до выхода его нового спектакля Актриса, которая должна была играть главную роль, она решила уехать за границу и делать эстрадную карьеру И Проханов за неделю до выпуска, до премьеры, просто без главной героини, я не знаю, чего делать Билеты распроданы, куча вложенных средств в пиар, рекламы Ну, немеренно проблема была с этим связана И он меня пригласил, я пришла, и за неделю ввелась, выучила все номера, все танцы И сыграла эту премьеру Была Карделия? Да, это была Карделия Ну, для меня это в театре, наверное, самая дорогая сейчас роль Потому что очень много чего с ней связано, положительного Такой, как бы, в театре для меня прорыв Потому что, когда я играла этот спектакль на премьере, я все выучила Но как-то пока у меня не было ни одного целикого прогона, чтобы весь спектакль пройти от и до Постоянно какие-то вот отдельные сцены Я более-менее в голове представляла, какие примерно перерывы между моими выходами на сцену Когда я отыграла первый акт, я начала понимать, что у меня во втором еще и раз номер Два номер, три номера, елки-палки, это главная роль Ну, просто состояние будет сумасшедшее совершенно А то, что это главная роль, ты поняла только во время премьеры Только во время премьеры Да Но Проханов увидел в тебе все-таки, наверное, характерную актрису, потому что Карделия, Роза Морихо, Магда, Бубаха Наверное, больше слава и благодарности моему художественному руководителю Шлыкову, который мне в институте давал только характерные роли Я играла коробочку в «Мертвых душах», я играла... вот в дипломном спектакле у меня был театральный роман Булгакова, в котором я играла секретаря Станиславского Минажераке Августа Авдеевна Ой, ужасно, страшная женщина, с одной сросшейся бровью, с усами, волосы на прямой пробор, в полая грудь, здесь смех такой страшный, тонкие-тонкие губы И я ругалась на грузинском языке со страшной силой Ну, такая очень, очень остро характерная роль И вот то, что он мне начал давать такие возрастные характерные роли, мне это очень... ну, мой диапазон актерский очень сильно расширило То есть я не думаю о том, как я выгляжу, когда я играю, думаю о том только что и как я делаю, чтобы донести смысл того, что я играю до зрителей Вот, это очень здорово, то, что я не задумываюсь о том, как я в этот момент выгляжу Очень многие актрисы в кино больше приходится этого делать, потому что там в какие-то моменты режиссер говорит «Аклера в тени подбородок», ну, чтобы был красивый план, там силуэт, все Приходится думать и о том, что ты говоришь, и о том, как ты это говоришь, чтобы донести смысл И о том, чтобы еще подбородок, чтобы свет поймать вот так вот, чтобы падала тень, чтобы не заградить партнера И все это в голове, в кучу просто Вот, ну, ничего Ну, в общем, я очень благодарна Шлыкову за то, что вот характерная эта роль Потом Проханов, что-то я говорю, 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 наобстав Вот, Проханов, да, может быть, он видел какие-то наши работы в институте, он же тоже щукинский, приходил к нам на спектакли Кстати, они однокурсники с моим художественным руководителем были Вот, и, ну, знал о том, что я характерная тоже, помимо того, что выгляжу более-менее на героине Вот, ну, и дал мне Магду, конечно, тоже такая для меня очень серьезная работа Потому что внутри с половиной часа я просто не слезаю со сцены Если ухожу, то быстро-быстро переодеться И с высунутым языком переодевшись, убегая снова на сцену Вот, ну, роль безумная То есть после того, как я отыгрываю эти спектакли Я просто трупиком лежу дома, отдыхиваюсь Мне недавно было, что после того, как я отыграла губы, я поехала на ночную смену Мало того, что я жаворонок просто гиперболизированный То есть для меня ночные смены, это такая каторга То есть где-то в 12 в час меня начинает ломать Мне надо играть, как будто все прекрасно Я свежая, я бодрая, е-мое Мне очень трудно это все дается, ночные смены Одна из моих последних работ, Тариф новогодний, который выйдет в кинотеатрах к Новому году Там мы снимали всю картину только ночными сменами У нас было там две или три дневных, все остальное, весь фильм, ночные смены Для меня это было просто очень трудно Мне сделали гримеры голубые линзы, у меня там светлые глаза И от линз режут, щипят глаза Спать хочется, ой, ужас, ужас, ужас Вот, куда-то я далеко ушла Тариф новогодний ты представляла на кинотавре буквально Да, 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 ой, кинотавр для меня вообще-то такие эмоции были сумасшедшие Расскажи немножко Не знаю, я в такой эйфории уехала тут, это мой первый кинотавр Мало того, что, да, я представляла картины на кинорынке Было очень много фотосессий, интервью по этому поводу Но я понимаю, что «Принцесса цирка» очень популярный сейчас сериал И очень многие смотрят, но в Москве Вообще Москва смотрит сериалы гораздо меньше, чем вообще по России в других городах Меня узнают в Москве, подходят, да, там кто-то просит автографа, кто-то говорит какие-то слова Но нет такого, что вот я иду, и на меня все смотрят Как, например, там, если Киркоров пойдет, да, там все будут тыкать пальцем Нет, я спокойно себе, вчера я спустилась в метро, и ничего, как бы нормально Все адекватно, а туда я приехала, и просто Такое ощущение, что меня знает каждая собака То есть вот это, ну, я этого совершенно не ожидала Я в прошлом году ездила на еще один кинофестиваль «Улыбнись России» в Астрахани Вот, и там я еще не была столь популярной, хотя у меня было уже к тому времени много работ в кино Я кого-то знала, кого-то больше, кого-то меньше Но у меня не было такого круга общения, с которым я бы могла легко вот прям вот контактировать Там были в основном возрастные артисты, у которых уже свои тусовки, свои какие-то компании Вот, и я стояла в стороне, я прошлась по дорожке И стояла, и не знала, куда себя деть весь вечер То есть просто все общаются, а я стою в стороне, как дура, и не знаю, куда себя деть, не знаю, что мне делать Вот, ну, очень такой дискомфорт был, и я уехала с таким, не знаю, очень, не очень приятным осадком И я очень боялась, что этот кинотавр будет чем-то подобным Но я приехала, встретила кучу знакомых артистов, знакомых режиссеров Сразу такая теплая компания образовалась, в которой мы здорово проводили время вместе И то, что меня так безумно узнавали, что принцесса цирка там настолько популярна До такой степени, до которой я даже представить себе не могла То есть это просто, ну, сумасшедшее ощущение Просто тем более мы снимали для одной из телепередач рубрику про меня День со звездой, так называемая рубрика Вот, и с 7 утра до 3 часов ночи они со мной ходили везде На все просмотры конкурсных фильмов, которые я постоянно должна была комментировать На пляж, на все мои фотосессии, на все раздачи интервью То есть все это как бы они контролируют, снимали Потом я там познакомилась с актрисой Катей Валиченко, у которой был день рождения И я ездила в город, покупала подарок и приехала к ней на день рождения Мы там отмечали, все это снималось, все бегом-бегом-бегом Все в таком бешеном темпе То есть реально вот многие приезжают на кинотавр, чтобы отдохнуть, да Потому что море и солнце, и все замечательно У меня не было получаса, чтобы полежать и отдохнуть То есть просто все в бегах, вроде бы все так позитивно Когда я шла по улице, еще как привлекаешь внимание тем, что тебя снимают в этот момент Толпа народу сразу же просто у меня набрасывается Со мной сфотографироваться, дать автограф Просто такие ощущения Я не знаю, как к этому относиться пока Как на это реагировать Конечно, безумно приятно Что скрывать? Конечно, приятно Но настолько это для меня было неожиданно Я очень не хочу привыкать к этому Очень надеюсь, что как-то меня обойдет это все стороной Вот эта вот привычка к подобному И все-таки я очень рада, что это таким наплывом случилось Что это не постоянно так, что в Москве все-таки спокойнее Ну и потом я всех своих родных и близких предупредила Потому что если вы видите хоть толику маленькую, что у меня появляется какая-то болезнь Все, бейте по башке Потому что это правда страшно У меня очень много знакомых, которые на глазах просто за очень короткий период времени Меняются очень сильно и не в лучшую сторону И это настолько страшно и неприятно, когда люди, которых я давно знаю Насколько они искренние, хорошие Просто вот так в момент ломаются И я очень боюсь, чтобы со мной подобного не произошло Потому что, ну правда, страшно Да, «Принцесса цирка» сейчас действительно сериал очень популярный И глядя на тебя на экране Многие, кто тебя не знают в жизни И с детства начинают ассоциировать тебя с героями Да, в такой момент Да Но Ася совершенно противоположная тебе по характеру Не тяжело было выживаться? Ну, мы долго готовились Мы долго разговаривали с режиссером по поводу моей героини Все-таки, так или иначе, всех персонажей, которые, ну, я, по крайней мере, играю Приходится пропускать через себя, чтобы они были искренние и естественные Поэтому просто какие-то черты своего характера, моего лироландской, да Которых мне может быть очень мало, но они все равно есть Вся палитра у каждого человека есть, все качества, которые только могут быть Просто какие-то гиперболизированы, каких-то больше, каких-то совсем чуть-чуть И я их достаю и утрирую, или, наоборот, что-то прячу Поэтому, ну, конечно, на это ушло время Но я надеюсь, что получилось Мы во многом похожи, на самом деле Мы обе безумно романтичные особые Мы любим, я очень люблю прогулки по природе, по лесу, воду Вот это все, там, пение птиц Я, ну, и без этого не могу Я, когда мне плохо или очень хорошо, обязательно еду на природу Ну, романтик, по сути, безумный И она такая же, то есть, то, что связано в первых сериях особенно было Когда ей дарили все безумные подарки, которые ей никто никогда не делал Ну, романтичная особая, очень Вот, и потом то, что я спортсменка с детства, да Со стержнем и закалкой внутри И она, цирковая артистка, там, как бы в этой профессии без закалки и без стержня никак нельзя Этим мы тоже похожи Но то, что она выросла в изоляции от окружающего мира, в ласке и любви Просто вот до 18 лет она жила вот в замкнутом мирке И она не знала, что происходит вокруг Она никогда не сталкивалась с жестокостью мира А я, наоборот, с детства сама себя обеспечиваю, сама иду вперед Конечно, мне мама помогала и давала какие-то направления Но я очень самостоятельная с раннего возраста Все время общалась с людьми, которые намного раньше меня Потом все-таки театр и кино, этот мир, ну, жестокий, так, мягко говоря Своими импределами? Ну, в каждой профессии это есть Просто здесь это особенно явно Поэтому через многое прошла, ну, жизнь побила, мягко говоря Вот, и поэтому я к жизни более подготовленная, чем она Я знаю, на что люди могут быть способны, и жизнь сама, по сути И вот, этим мы очень разные подготовлены вести к жизни В сериале тебе довелось и сыграть, и спеть, и прокатиться на коньках Рада, что только и не рисовать Да, есть такой момент На самом деле я очень рада, что так случилось Вообще, моя профессия, я вот, это одна из причин, по которой я нахожусь в этой профессии Не самая основная, но одна из То, что можно воплотить все свои умения И то, что я каталась, и художественную гимнастику в этих трюках И вокал, и игра на гитаре Да, действительно, это очень здорово Я очень благодарна режиссерам и сценаристам, которые дали мне возможность все это показать Я предлагаю сейчас посмотреть небольшую нарезочку из спектакля «Леромания», в котором участвует Лера Мы говорили про него как раз Да, как раз про него говорили А после того, как мы вернемся к нашему диалогу Мы ответим на вопросы в чате и продолжим разговаривать дальше о творчестве Леры Субтитры под Холодная слеза, Большой надежный край. Отец мой, мой король безбогный, Сглянул ты в окно, Словно в мир забрёт. Чего ты отводишь, Коль грязь молящий? Нежно-голёвый и грязький. День я ночи, Здесь снег такой, Желаю, не кричи, Со славянным горь. День я ночи, Здесь снег такой, Желаю, не кричи, Словно в мир забрёт. День я ночи, Здесь снег такой, Желаю, не кричи, Словно в мир забрёт. День я ночи, Здесь снег такой, Желаю, не кричи, Словно в мир забрёт. 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 Словно в мир забрёт. В рывалу добра. Камели, о, как вы прекрасны. Вы жили так опасно. Для вас опасного я всегда. И даже на том свете поверьте. Да! А! Нет! 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 Не трогайте! Вот мы! Вы, руки, уберите! Вы, лучшие, честные, высокие стрелители! А то, что солнце! Солнце мы! Не трогайте руками! И он придется подняться! И он придется вам с водами! Опять прощай! Белый герман! Но вновь unas! Вы, propulsion и злодейémа! Вы кровь и плоть твоя! Корнелия и женщин королевского сибирства Мы снова возвращаемся в нашу студию Лер, в новом сезоне планируется вам как минимум две премьеры с твоим участием Это оба музыкла, Мэри Поппинс в Театре Луны и Граф Монта Кристо в Театре Оперета Мэри Поппинс будет такая же характерная, как и предыдущие? Я не знаю, мы пока только начали учить материал, потому что появились новые песни, новые музыкальные номера Которые Максим Дунаевский написал специально для нашего спектакля Помимо старых хитов, которые были, появятся еще и новые Очень красивая и интересная музыка, я думаю, что должен получиться очень интересный спектакль Но по характеру, я думаю, что она будет совершенно новой, неожиданной Даже сравнивать с другими Мэри Поппинс, наверное, нет смысла Потому что она абсолютно другая Лучше посмотреть, чем я буду сейчас много говорить И в Мюдет, Граф Монте Кристо, ты будешь играть Мерседо Ой, боже мой, я уже волнуюсь еще Я понимаю, что до премьеры куча времени просто Ну, 1 октября премьера в Театре Оперета Но сейчас каждый раз, когда мы репетируем, я понимаю, что вот это вот то, что я сейчас пою в маленьком зале То, что я репетирую, я буду петь на большой сцене И это будет премьера, и мне вот так вот все здесь сжимается Уже безумно хочу этого, очень хочу Потому что роль настолько мне близкая Я настолько ее, ну, не знаю, не то чтобы чувствую Ну, да, чувствую, очень хочу Очень хочу донести все это до зрителей, чтобы они, глядя на эту роль, что-то изменили в своей жизни Сделали какие-то выводы в лучшую сторону В Граф Монте Кристо тебе придется играть два временных промежутка Сначала молоденькую Мерседо, а потом уже спустя, вам, 20 лет, да? Да, 20 лет Готова вот Ну, это очень интересно, и я хочу сделать ее совершенно разной Потому что очень многое сломалось и изменилось в ее жизни спустя эти 20 лет И какая она была беззаботная, наивная и жутко влюбленная в юном возрасте, ей 18 лет Насколько она сломанная в жизни и несчастливая, по сути, вот спустя 20 лет Когда она встречает Графа и чувствует, что это он Но он ей не признается в этом, говорит, я вас не знаю И вот эта жуткая боль, которую она чувствует Ну, очень хочу сделать ее иной Ну, разница, на самом деле, будет помимо того, что костюмы, конечно, там, белое легкое платье Мы бегаем босиком по берегу моря, брызгаемся водой А потом на балу это кринолины, это уложенные волосы Совершенно другая пластика, совершенно другая стать Я хочу, помимо всего этого, изменить, чтобы вокально голос тоже был иной Легкий, высокий и такой надломленный Может быть, где-то с ротом, ноту надрыва, да Да, тем более вот эта партия, это кто-то Ой, боже мой, да, очень сильная А ты сейчас перечитала заново Граф Монте-Кристо? Да, конечно, конечно, нас всех обязали Мы должны это сделать, но я в свое удовольствие прочитала, конечно Очень много, вот сколько было картин по этому произведению И с Морей, и с Депардье, и наш фильм Ну, не знаю, везде какие-то части очень скомканы, урезаны Каких-то линий вообще нету Книга, конечно, настолько более насыщенная и интересная Там столько всего нового и неожиданного, чего нету ни в одной из картин Но, конечно, очень затягивает, увлекает И просто не думаешь о том, сколько ты прочитала, что сколько осталось до конца Когда тебе неинтересно, просто затягивает А часто вообще есть время читать книги? Нет, вообще нет К сожалению, это происходит на сменах между своими сценами Когда возникают перерывы или в обеденный перерыв Или там, когда снимают других артистов, какие-то другие планы Но времени, правда, немного, к сожалению Так же, как у меня нет возможности совершенно смотреть фильмы и телевидение Чтобы быть хотя бы в курсе того, что происходит Это какие-то выборочные, которые мне уже говорят Лера, ты дам жена посмотреть Это вот что-то сумасшедшее Она приносит мне диск И я уже перед сном там где-нибудь просто включаю Смотрю, ну, чтобы хотя бы действительно быть в теме Вот, так времени катастрофические Сейчас ни на что не хватает Ни на что, кроме работы В графе Монте-Кристо ты будешь играть в паре с Володей Дыбским С ним ты уже играешь в антепризе «Отых двух миров» Кстати, ты велась туда не сначала, а буквально в прошлом году Расскажи, пожалуйста Ну, вот был срочный Я велась за одну репетицию Буквально за день до премьеры Мы встретились И оказалось, что там, помимо того, что Куча драматических кусков с монологами и прочее Есть еще и танцевальный номер, который мы выучили Просто вот в день премьеры Вот И, ну, голова, конечно, пухла от количества текста, информации Мизансцен Вот, но эта роль, я безумно ей дрожу Потому что то, ради чего я вообще пришла в эту профессию То зачем я вообще этим занимаюсь Я просто, ну, именно это я могу все в один момент донести вот этой ролью Я, ну, так все вокруг да около говорю Зачем и почему Я занимаюсь актерством, в принципе, для того, чтобы Зрители, глядя на мои работы, на мои роли На спектакли, в которых я участвую Действительно, что-то меняли, переосмысляли в своей жизни Ну, естественно, в лучшую сторону Чтобы делали какие-то выводы Вот И поэтому, когда после спектакля Зрители подходят ко мне, да, там со слезами на глазах Говорят, спасибо, дороже этого для меня вообще ничего нет Вот, ради этого, вот, хочется работать и работать еще и еще Пусть немного таких зрителей, да, которые это делают Но то, что они есть И то, что действительно есть зрители, которые ходят Для того, чтобы пережить и почувствовать И не просто, типа, ну, давайте, развлекайте Мы пришли, да, просто отдохнуть Это очень ценно, это очень здорово А этой ролью, Лорой Я, у меня есть кусок, когда я выхожу на сцену И просто монологом в зал Говорю о том, что люди должны Должны ценить эту жизнь Вот, не просто в целом Загадывать, что будет потом Вот, сейчас мы как-нибудь поработаем Зато вот потом будет хорошо Нет Вот сейчас, вот этот миг надо ценить Каждый миг Оглянуться вокруг Понять, насколько жизнь вообще удивительна и прекрасна Несмотря на то, что, конечно, очень много проблем в жизни Очень много всего отрицательного и неприятного происходит И судьба нам, да, представляет кучу всяких препятствий Через которые надо проходить Но, помимо этого, есть и замечательные вещи И прекрасные, и природа, и дети И вообще, надо ценить это все И вот в этом монологе Вот я это просто доношу в зал И это так ценно, это так здорово Что у меня есть такая возможность Я безумно счастлива, что у меня есть эта роль В спектакле присутствует доля мистики Сама ты в мистику как веришь? Я верю больше не в мистику, а в судьбу Наверное, вот Мне кажется, что если что-то должно случиться Оно случится, несмотря ни на что, так или иначе Хочешь ты этого или не хочешь Даже если ты будешь обходить какое-то событие стороной Оно все равно тебя найдет где-нибудь Вот, поэтому вот в судьбу я верю В мистику, не знаю Может быть, в этом и есть что-то мистическое Да, вот какие-то вдруг неожиданности Какие-то ситуации, которых ты не ожидаешь Не знаю Сейчас в кинематографии пошла такая мода Брать исторические какие-то классические, да Я бы сказала, романы И перекладывать их на современный лад Вот, недавно так переложили Монте-Кристо И в одной, кстати, из таких проектов И сыграла американская трагедия Мало того, что мы перенесли в наши дни Так еще и на нашу российскую благодатную почву Роль совершенно противоположная тому, что ты играешь в концерте цирка Светская любвица, красава Я очень рада, что это так случилось Потому что уже появилась такая тенденция Чего я постоянно пытаюсь избежать Что мне дают постоянно положительных филлических героинь Я, ну как мне, художественный руководитель, да В институте научил тому, чтобы каждая роль Она должна быть разной Потому что нет одинаковых людей Даже если человек, вот оба положительные Все равно они положительные по-разному Потому что у них разные судьбы Соответственно, у них разная пластика, разная мимика Но это разные люди И поэтому, когда вот сейчас есть у меня еще один проект Это мой жаркий лед Я хотела ее сделать совершенно на иной Так как это тоже первый канал Про фигурное катание Прописана положительная героиня Из провинции девочка приехала Я очень хотела ее сделать совершенно другой Потому что сериал пойдет практически сразу После «Принцессы цирка» Там спустя полтора-два месяца Вот, и я думала ее сделать с говорком Какой-нибудь там с другой стрижкой Совершенно, чтобы была другая И когда позвонили на проект продюсерам с канала И сказали, что нельзя менять ландскую Она должна быть вот такой Какой ее зритель видел Какой ее знают И вот она должна быть вот с такой внешностью Какая она обычно И с таким же голосом С таким же говором Все Я понимаю, что все мои идеи и задумки Мне по моей воле Вот так вот перечеркнуты И это как бы даже не из-за режиссеров И не из-за меня Не из-за видения Организаторов этого проекта А просто потому, что вот на канале сказали Что вот так И очень обидно Потому что часто бывает Что переключаешь канал И одни и те же артисты Играют в разных сериалах В разных фильмах И ты начинаешь теряться Что это одно и то же Или это разные истории И вообще просто одеты так же Выглядят так же Говорят так же Но просто Это неправильно Иногда даже то же самое Это неправильно Так не должно быть Потому что все люди Совершенно разные Вот И поэтому то, что у меня сейчас появилась Вот эта вот роль Американской трагедии Которая действительно В корне другая Избалованная девчонка Которая не знает слова нет Которая с детства Было все дозволено Она дочка сенатора Вот У которой там машина Мерседес Желтого цвета Спортивная Там у нее шубы Норковые Там и прочее Когда какой-то мальчик Там Вдруг не клюет на ее взгляды Как так То есть сразу Ну вот этот вот азарт Появляет капризная Ну очень люблю эту роль Мы еще не досняли эту картину Она как раз в процессе В производстве Сейчас мы над ней работаем Вот Я надеюсь, что Или к зиме Или к следующему году Она выйдет в эфир То есть только начали снимать Ну мы уже снимаем ее Где-то Сейчас скажу С марта С февраля С марта Вот И планируем ее до августа До снятия Вот А какие еще Вот в ближайшем будущем Фильмы выйдут? Ну к Новому году В кинотеатрах пойдет Тариф новогодний Это полный метр Новогодняя Как раз мистическая Абсолютно мистическая история С экшеном С Ну это комедия Лирика Драматическая история Очень интересная И я думаю, что зрителям Она будет очень по душе Потому что Ну она очень легкая Она То есть Ну если люди действительно Хотят отдохнуть И получить удовольствие И расслабиться Ну не просто так Там типа Развлекайте И там прийти попкорн пожевать А просто получить позитив Получить вот заряд положительной энергии Вот это вот фильм для этого Это очень здорово Вот И Ну мой жаркий лед Который пойдет по первому каналу Мы надеемся, что с сентября Может быть чуть позже Но пока планируем В этот период времени Там же фигуристы снимаются Да И Леша Тихонов И Ягудин Да И Костомаров Да Вот я играю партнершу Тихону Апт там играет Очень много на самом деле фигуристов Сейчас ввели Иру Слуцкую Сейчас ввели Повелоса Ланагаса Там много фигуристов Моя мама играет Моего тренера Она консультант Мама вроде играла две сестра Да, да, да Она закончила актерские курсы в Германии в молодости Она снималась тоже в зарубежных фильмах когда-то И сейчас началась сниматься в тех проектах, в которых она работала консультантом, хореографом, постановщиком по фигурному катанию Вот в картинах про фигурное катание И здесь она тоже начала как консультант Ставила все программы для артистов и фигуристов, которые будут показаны на льду номера И ей предложили сыграть одну из ролей Причем там такая серьезная, внушительная роль, актерски сложная Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, получится А как ты думаешь, эта популярность фигурного катания пришла после проекта «Звезды на льду»? Возможно, ну, фигурное катание в России всегда было очень популярным Да, вспомните же Покровские ворота, вот этот вот период, когда действительно на чистые пруды ходили все кататься И это было очень популярным, это было очень здорово, все это любили, у всех обязательно дома были коньки Вот, потом просто это чуть-чуть стихло, и сейчас пошла новая волна Конечно, эти все шоу, они добавили вот этот вот азарт и любовь, интерес к этому виду спорта Но он сам по себе, сам спорт очень красивый, очень интересный, увлекательный Ну, конечно, мне кажется, что совершенно естественно, что люди им увлекаются Еще вот недавно прошел проект «Глупая звезда» Ой, да Ну, у меня там совсем эпизодическая маленькая роль, но, опять же, она очень характерная, чем абсолютно И мы придумали с гримерами, у меня сумасшедший совершенно грим Я привезла с собой свой костюм, который я себе в голове нарисовала, мы там что-то напридумали И никак не могли придумать, что же надеть вниз, там, понятно, какая-то прозрачная копта там поверх топа Какого-то совершенно откровенного с цветком Ну и что сделать вниз, чтобы это было не очень пошло, но выугарно Вот, и увидели на девчонке топ какой-то кожаный Думаю, м-м-м Но верх у нас есть, что с этим можно сделать? По фактуре очень классное Мы взяли этот маленький топ, надели вниз Получилось не то чтобы юбка, но пояс Вот, и ярко-зеленые сапоги на шпильках Вот так нарисованы глаза со стрелами Накрученные волосы, блестки Вот девочка из Травинции приехала покорять И как, ну, типа, фабрика звезд вот такого масштаба проекта Ну, я вкратце сюжет рассказываю, что девочки из разных стран, ну, из разных городов Приезжают вот на это шоу, и идет кастинг, идут туры И вот я одна из этих вот девочек, которые хотят пройти эти туры и попасть в это шоу Вот, и решила покорить вот всем, что есть, эту кафедру Вот, ну, не знаю, мне кажется, что получилось очень интересно То есть девчонка, которая готова идти по головам и делать все, что угодно, чтобы достичь своей цели Вот, ну, здорово, я очень рада, что у меня дали сыграть такой характерный, смешной эпизод То есть тоже в корне совершенно другой, если сравнить со остальными моими ролями А из сериала «Дом образцового содержания»? Ой, у меня сегодня «Шапка» по поводу этой картины «Шапка» — это, ну, так называемый банкет по окончанию съемочного периода картины Это киношное название, то есть только люди кино могут понять, что такое «Шапка» Потому что я там с кем-то разговариваю, с своих знакомых, которые не в киношной сфере Говорю, у меня там «Шапка» скоро будет, что у тебя будет? Ну вот, и мы закончили снимать эту картину, снимали мы ее чуть больше года Очень серьезная работа, тоже совершенно иная Это историческая картина Мой персонаж вообще на протяжении всей картины, это главная роль Я играю с 18 лет до 45, а другая актриса Анна Алексахина играет с 45 до 90 с чем-то Вот, и очень здорово, что я могу играть и в возраст, то есть мне там делают пластику, морщины Чуть-чуть седино уже рисуют, но очень здорово И молодую девочку, она еврейка, такая правильная, семьи, которые во время войны, революции, они уезжают в Германию А я решаю остаться в Москве со своим любимым архитектором, который старше меня на 20 с лишним лет Родители в шоке, я порвала свой паспорт, то есть я уехать никуда не могу И я остаюсь в Москве одна со всеми проблемами, которые меня настигают потом Я рожаю во время войны, мы роем окопы, то есть такая очень серьезная, драматическая, сложная работа Я безумно благодарна режиссеру за то, что он меня утвердил и выбрал мою эту роль Кастинг был очень сложный, очень долгий Кастинг длился, не знаю, месяцев 8, наверное То есть я ходила на пробы раз в 7, плюс беседы с режиссером, плюс фотопробы, плюс еще там что-то, примерки И до последнего не могли найти артистку, которая бы играла меня в возрасте Из-за этого я стояла под вопросом, потому что была еще пара молодая и в возрасте актрисы, которые смотрелись хорошо, но их канал не принимал И в общем, это было очень много проблем с этим, и слава богу, все получилось, слава богу, мы родили эту роль И очень надеюсь, что это будет такая работа очень глобальная и масштабная, потому что она действительно очень интересная Это 24 серии, и я думаю, что зрителям она будет очень близка и интересна, потому что таких фильмов еще не было А канал какой? Первый Снова первый? И снова первый Это сегодня насыщенный день интервью и шапка, и плюс репетиции в цирке В цирке, да, и утром у меня еще были съемки Ничего В цирке ты как раз будешь репетировать перед финальным шоу, которое пойдет после принцессы цирка В последней серии, заключительной, да, принцессы цирка, сразу же, я думаю, что без титров после последней сцены начнется это шоу Планируется что-то грандиозное и масштабное, не буду говорить, чтобы упустить интригу Но это будет очень интересно, потому что будет очень много номеров, будет очень много приглашенных артистов Будет весь состав нашей картины, все главные герои, герои второго плана, артистов будет немеренное количество И ребята цирковые, которые делали трюки в воздухе, ну, очень много народу Это очень здорово, будет очень насыщенно, интересно Я буду вести эту всю историю вместе с Андреем Малаховым на пару Думаю, что будет очень здорово, такое большое-большое шоу С кем из актеров поддерживаешь, если поддерживаешь отношения? Я поддерживаю со многими, я даже периодически заезжаю к ним туда, где мы снимали принцессу цирка на завод электролампу Нам выделили целый этаж этого завода под съемку, мы там сделали павильон Вот, и там сейчас они собираются снять, начать снимать новую картину Ну вот, поэтому вся съемочная группа там, и я периодически к ним заезжаю, очень скучаю по группе Ну, за 9 месяцев мы все настолько приросли друг к другу, просто как одна большая семья Общаюсь с артистами, да, конечно, все разъехались, у всех свои планы, у всех свои работы, театры, кино Я общаюсь с Витальем Машовым достаточно плотно Я общаюсь с Артемом Мазуновым, который играл ЧПОКО С ним мы вообще просто очень хорошо сдружились, не знаю Человек настолько позитивный и светлый Для меня юмор по жизни вообще одно из основных качеств, без которых я жить, ну, не могу Люди без чувства юмора для меня, ну, хорошо, общаюсь, но скучно Ну вот, юмор для меня очень важен Человек, когда вот я на площадке уставала, я там просто ночевала и дневала, и устала И я знаю, что вот сейчас приедет Артем, и у меня поднимется настроение Потому что он настолько, вот человек зажигалка, правда, очень здорово И мы с ним общаемся, и сейчас Очень смешно было, когда нам с ним приписали вдруг роман, неожиданно В общем, он гениальный сайт Одноклассники, конечно, в котором, по-моему, все, кто только может быть Он мне туда скинул ссылку на это какое-то интервью, как будто это наша прямая речь Бред какой-то, ну, не важно, он говорит, посмотри, посмейся И там, ну, типа, Валерий Лондской роман с Артемом Мазуновым, он вжился в образ, там, прочее, прочее Такой, ну, просто смешно Человек женат, у него маленький ребенок, они счастливы Жена приезжала к нам на площадку, мы прекрасно общались Мы с ним в отличнейших отношениях, ну, не знаю, просто кому это в голову могло прийти Ну, забавно, прекрасный жених, мне нравится Вот Что еще такого яркого, интересного у тебя в ближайшем будущем? А, ну, вот сейчас я живу графом Монте-Кристо, поэтому у меня все мысли только об этом проекте Ну, помимо кино, конечно, поэтому вот готовлюсь к нему Для меня это сейчас самое насыщенное, самое яркое, что есть Вот, ты же прекрасно поешь, в концертных каких-то проектах принимаешь участие? Конечно, безусловно, да Да, и достаточно часто Ты знаешь об этом, да, по поводу Боготворительного фонда «Во имя жизни», с недавних пор я стал лицом этого фонда Вот, и мы устраиваем регулярно концерты для детей То есть сборы с этих концертов, то, что мы получаем, да, со зрителей, которые покупают билеты, вот за билеты, за еду, которую, да, люди едят во время этих концертов Все вот эти сборы с концертов мы отдаем в клинике на лечение детей Вот, я очень рада, что есть вот еще и эта страничка в моей жизни Потому что мы можем нашей профессии, тем, что мы можем делать, продлевать людям жизнь Это очень ценно, это очень здорово, я тебе очень благодарна, что ты мне помогла стать членом этого фонда Ну, и, наверное, в завершении еще про проект «Алые паруса» Да, есть и такой проект, мы с ним тоже очень часто выступаем на различных площадках Такой проект, это не совсем мюзикл, не совсем спектакль У нас есть номера, они не очень пока связаны друг с другом Это как концертная программа на тему «Алых парусов» Есть номера, есть персонажи все, которые друг с другом так или иначе связаны, конечно, все по сюжету Но это не связанные спектакли, а отдельные номера вот на тему «Алых парусов» Ну, вот, с этими концертными номерами, с этой программой мы выступаем на различных площадках И скоро 27 июля, вот, планируется день города Дубна И мы на воде будем там выступать Сцена находится прямо вот, прямо на воде «Алые паруса» очень красиво должно быть День города, фейерверки и наш мюзикл Я думаю, что будет очень здорово, очень красиво, приезжайте Планируется хоровелла 18 века настоящая С ума сойти, очень красиво, я думаю, будет Очень здорово, очень много известных артистов, артистов-мюзиклов И Игорь Балалаев, и Володя Дыбский, и Максим Новиков, и я, и Женя Дрюмин Очень много солистов, очень здорово, я думаю, будет интересно и красиво Спасибо большое, что ты сегодня была с нами И в конце, я думаю, мы покажем видео, запись номера из «Алых паруса» Да, дуэта, где ты с Женей Дременом поешь дуэт о соли Грая Дорогие друзья, я с вами прощаюсь, надеюсь, что ровно на неделю До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я живу под знаком любви В мире музыки Я к тебе прилечу Субтитры подогнал «Симон» Ты меня только позови Ты меня только позови Прилечу к тебе, словно птица Я живу под знаком любви Только надо ее дождаться Я живу под знаком любви Только надо ее дождаться Ты судьбою мне суждена Ты судьбою мне суждена Никогда с тобой не расстаться Мне навеки любовь дана Только надо ее дождаться Мне навеки любовь дана Только надо ее дождаться А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok